Да, типа я ранен, то у меня дырка в заднице. Высокоинтеллектуальный мультфильм со сложнейшим юмором под названием Бивис и Батхед впервые вышел на экранах в 93-м году, а последний его сезон на 2020 год вышел в 2011-м. Всего за этот период вышло 208 эпизодов. Придумал и озвучивал Бивиса и Батхеда Майк Джадж. Он их рисовал еще в школьные годы в тетрадках. А позже у него появилась идея воплотить их в жизнь. Батхед, то есть голова жоп и Бивис основаны на его одноклассниках. У одного была именно такая кликуха в школе, Батхед или Айрон Бат, то есть железная жопа, а другого одноклассника звали Бобби Бивис, который смеялся так, как смеется в итоге Бивис из мультика. В отличие от мультяшного Бивиса, настоящий Бобби Бивис был отличником и подлизой к учителю. Он всегда смеялся над учительскими шутками. Директор МакВикер основан на учителе музыки, который постоянно бухал. У него тряслись руки и он заикался. Бивис и Батхед, чертовы ублюдки! По информации переводил мультик для нашего MTV ведущий Василий Стрельников, а озвучивал его уже Сергей Чонешвили. Он же озвучивал и Батхеда, а Бивиса озвучивал кто-то другой. Да, так я думал в начале, но оказалось Сергей Чонешвили великолепен и он мгновенно переключается между Бивисом и Батхедом. И соответственно Бивиса тоже он озвучивал, как и всех персонажей в мультике Бивис и Батхед. Голос Сергея Чонешвили возможно утвердил сам создатель сериала Майк Джадж. Потому что, как сказал Сергей Чонешвили в интервью, все голоса отсылались в Америку и их утверждали там. Начался мультсериал с пилотного эпизода «Бейсбол лягушкой», где у Батхеда были рыжие волосы из-за неправильной цветовой коррекции. Этот эпизод анимировал сам Майк Джадж и эпизод показали тестовой аудитории мальчиков-подростков. И им понравился он. А когда этот же эпизод показали девочкам, то в основном они сказали, что им очень не нравится мультик. Но парочке девочек все же мультик понравился. Алло, кто это? Не говори им наши настоящие имена. Ну типа я Бивис, а он Батхед. Популярность Бивиса и Батхеда мгновенно начала расти, сразу же после выхода первого эпизода. Быстрее даже начала расти популярность, чем любое другое шоу на MTV. В итоге канал заказал аж 65 эпизодов. Бивиса и Батхеда и в помощь Майка Джаджу дали команду. А во втором пилотном эпизоде Бивис нюхал клей. Во втором сезоне они нюхали растворитель краски, нюхали газ. Также был вредный совет, как потерять сознание. А вот чему научил меня мой отец. Если сделать три глубоких вдоха, а потом попытаться выдуть свой большой палец, можно потерять сознание. А еще было отпиливание башки кузнечику и отпиливание пальца Батхеда. Он говорит от сердца. И жопы он говорит. В третьем эпизоде первого сезона появилась Дарья, о которой позже сделали отдельный мультсериал, который тоже шел по MTV с 97 по 2001 годы. В восьмом сезоне Бивиса и Батхеда сказали, что Дарья переехала. А в сериале Дарья уже уточнили, почему переехала Дарья. Там сказали, что в школе Хайланд, в которой училась и Бивис, и Батхед, и Дарья, в питьевой воде обнаружили уран. Помню, что Дарья покончила с собой. Да не покончила она с собой, она переехала. Правда? Ты в новой школе, в новом городе. Ты же не хочешь, чтобы было как в Хайланде. Если, конечно, здесь тоже не найдут уран в питьевой воде. Мистер Андерсон стал прототипом для Хэнка Хилла из мультсериала «Царь горы». Даже тембр голоса такой же. Ну, я думаю, что вы тоже должны быть тэнгл. Ты заслужила лучший бургер. Давай, выбирай. В Бивисе и Батхеде была сцена, где Андерсон пьет пиво и дакает, как в «Царь горы». Майк Джадж хотел сделать мистера Андерсона отцом Хэнка Хилла из «Царя горы», но из-за авторских прав ему не разрешили связывать персонажей из Бивисы Батхеда с «Царем горы». А в третьем эпизоде Бивиса и Батхеда показали мужика, которого можно принять за отца Батхеда. Он еще неоднократно появился в мультике, но официально это не отец Батхеда. Отца показали позже в сериале. У вас один отец? Ну, мы не уверены. Ну, вообще-то возможно. А также в мультике неоднократно говорили, что мама Бивиса шлюха, а отец служил на флоте. Ты твоя мать шлюха? Да, но она не тусуется с Модли Крю, она тусуется с коррозией металла. Ну, чтобы отец был на флоте. Всему, что я знаю, меня отец научил. Отцов Бивиса и Батхеда показали в полнометражном мультике «Бивис и Батхед уделывают Америку» 1996 года. Их отцами оказались турменеджеры или работники сцены группы Модпи Крю. В некоторых переводах сказали, что они были участниками группы, что неправильно. Мы установили, что это два бывших турменеджера Модли Крю. Лет 15 назад мы остановились в Харленд. Правда, мы там родились. Что является матерями Бивиса и Батхеда, неизвестно. Ни разу в мультсериале или в полнометражном мультике их не показали. Батхед про свою мать ни разу не упоминал. Но понятно, что она тоже из тех же группы, которые трахались с турменеджерами Модли Крю. Я трахнулся с двумя девчонками. Я тоже. Батхед подавляет Бивиса. И без Батхеда Бивис был бы нормальным человеком, а не малолетним MTV-шным дебилом. Это показали в эпизоде про Рождество. Там Батхед не был рожден и Бивис дружил со Стюартом и был нормальным. Хотя там Стюарт также его подавлял. Бивис полностью ведомый человек. Эй, Бивис, я сказал тебе еще 5 минут назад, что мне нужен сум. Извини, Стюарт. А Майк Джадж говорит про Бивиса, что он полный ноль. Возможно, это еще зависть с детства, что Бивис был отличником, и поэтому Майк Джадж сделал Бивиса полным лохом. И, кстати, я Сергей, и вы на канале Айлюблю Людей. 11 ноября на Алиэкспресс, как и каждый год, будет распродажа и день холостяка. Я себе присмотрел 5-терабайтный внешний жесткий диск, похожий на вот такой, как у меня. Только у меня здесь 2 терабайта, уже почти заканчиваются. Там всего лишь около 20 гигабайт остается. Поэтому вот я себе присмотрел 5-терабайтный, ссылка на него будет в описании. И если вы из будущего и смотрите это видео как раз-таки 11 ноября, то загляните в описание, там будет промо-код, который дает скидку в 300 рублей при покупке от 2400 рублей. Я просмотрел себе несколько внешних жестких дисков, но, скорее всего, куплю в магазине One Favorite Store, потому что он является надежным брендом на Алиэкспресс. Когда Бивис употреблял много сахара, он становился великим кукурузу, со своим, пусть и глупым, но мнением и значимостью, чувством собственного высокомерия. В образе кукурузу, или корнхолио, Бивис говорил слова «туалетная бумага для его попы». Эти слова Бивис взял у мамы Стюарта, когда у Стюарта был понос. Я пойду к Стюарту, боюсь, ему опять нужна туалетная бумага. Поэтому в образе кукурузу Бивис все время говорит «Типи фума бангхоль». Это значит «туалетная бумага для моей попной дырки». У тебя есть бумага для моей кукурузины? А слова Никарагуа он запомнил на уроке истории. В таких странах, как Никарагуа, Никарагуа. Однажды Бивис и Батхит обсуждали и смотрели клип блестящих и некоторых других наших исполнителей. Я думал, это наши MTV-шники уже сами придумали, что скажут Бивис и Батхит. И это не официальные, подставные клипы под видео смонтировали. Но нет, оказывается, это было официально в седьмом сезоне 28-го эпизода. Также Бивис и Батхит в седьмом сезоне смотрели клип Агаты Кристи. Ещё иногда в нашей версии вместо американских звёзд обсуждали нашу эстраду. Это никому на телеке не смог надрать задницу, если только Родиону Газманову. Бивис и Батхит, смотря видеоклип Мерлина Мэнсона, сравнили его с Шер и сказали, как сильно поплохело и скатилась певица Шер. Позже Бивис и Батхит участвовали в её музыкальном видео «I got you, babe». Батхит носит футболку с надписью ACDC, потому что заглавная тема к мультику Бивиса и Батхита – это сыгранный задом наперёд риф из трека ACDC «Gone Shooting». А в первом эпизоде на футболке Бивиса была надпись группы Slayer. В последующем надпись уже была Металлика. В первом эпизоде там во всех сценах Slayer, но в одной сцене всё-таки Металлика. Стюарт носит футболку с надписью группы Winger, потому что в первом или втором сезоне Бивис и Батхит обосрали их клип и это сильно обидело лидера группы Уинга. Группа в итоге в 1994 году распалась. Косвенно в этом распаде винят Бивиса и Батхита и их критику. Однако в 2001 году группа Уинга вновь собралась. Также Бивис и Батхит однажды обсуждали группу White Zombie и их клип Thunder Kiss. Группа тогда неумелого успеха, но после того как её обсудили и похвалили Бивис и Батхит, популярность группы, по словам вокалиста Роба Зомби, взлетела до небес. Они тогда выступали в маленьких клубах, а после успеха стали выступать на больших стадионах. Позже группа White Zombie даже написали песню для полнометражного мультика «Бивис и Батхит уделывают Америку» 1996 года. И даже на основе рисунков Роба Зомби сделали в этом мультике фактически музыкальное видео. Это когда у Бивиса и Батхита глюки от жары начинаются, играет трек группы White Zombie Red Fings Suicide Tanks and Cannibal Girls. Это переводится как «Крысоловы, танки-самоубийцы и девушки-каннибалы». Группа White Zombie просуществовала до 1998 года и распалась. А вокалист Роб Зомби стал сольным вокалистом и до сих пор пишет музыку. Также он пишет и сценарии, и режиссирует фильмы. И, например, он срежиссировал ужастики «Дом тысячи трупов», а также два фильма «Хэллоуин» 2007 и 2009 года. Про все фильмы «Хэллоуин» есть ролик на канале и ссылка есть в описании. Дети повторяют за теми, кто старше их. И однажды мамаша обвинила Бивиса и Батхита в том, что ее сын разжег огонь зажигалкой в их доме на колесах. У них начался пожар, в котором сгорел и их дом, и ее двухлетняя дочь погибла в пожаре. В этом она винила мультик, так как там Бивис баловался несколько раз с огнем. Однако соседи утверждали, что у семьи не было кабельного телевидения, и они не могли смотреть MTV, и Бивиса, и Батхита. Тем не менее, после этого скандала MTV передвинуло выход Бивиса и Батхита с 7 вечера на 10 вечера, и все темы с поджиганием убрали из мультика. Даже Бивис больше не кричал слово «огонь». Наши, возможно, тоже на это среагировали спустя годы, и в переводе MTV не договорили прикол про то, что надо зайти к Стюарту и поджечь что-нибудь. А может, просто упустили из виду. Такое было пару раз в нашем переводе. Также был случай, когда 18-летний подросток сбросил шар для боулинга с эстакады на проезжающую машину и убил этим шаром 8-месячную маленькую девочку, которая была в машине. Это связали с эпизодом Бивиса и Батхита, где Бивис и Батхит натыкали в три дырки для боулинга динамитные шашки и скинули их с крыши. Бивиса и Батхита также на каком-то ток-шоу ругал их один политик, который называл их «Бавкот и Бивер». Некоторые эпизоды мультсериала не показывали по-нашему MTV из-за жестокости. Например, эпизод в седьмом сезоне, где Батхит бьет Бивиса, чтобы его отправили на больничный и отплачивали компенсацию. И еще, наверное, около семи эпизодов, а может и больше, не показывали по-нашему MTV. Про цензуру мультсериала «Бивис и Батхит» создатель Майк Джадж сказал, что канал был не против, когда сзади Батхита сел серийный маньяк с крюком и сказал, что сейчас будет немножко больно. Но канал был против того, чтобы показывать крупным планом, как нарисованного муравья палкой давит Бивис. Поначалу оставалось загадкой, откуда у Бивиса и Батхита деньги на еду и квартиру. Но потом их устроили в мир бургеров, и этот вопрос был закрыт. В нашем переводе периодически названия эпизодов переводились своевольно. Например, эпизод «Преждевременная эвакуация» – это прикол на преждевременную эякуляцию. У нас этот эпизод перевели просто «Экстренная эвакуация», загубив прикол. Вместо «Очень особенный эпизод» у нас перевели как «Не для слабонервных» и еще была парочка «Отсебятин». Также в первом сезоне третьего эпизода запороли анекдот и не рассказали концовку. Этот же не смешной анекдот есть в нашей русской версии. Я слышал его, как рассказывает Роман Трахтенберг, а также Александр Пряников, шоу «Русские пряники», по-моему. Полностью этот анекдот звучит в нашей версии так. Мужика спрашивают, с кем ты работаешь? А он отвечает, я в цирке говно за слонами убираю. Его говорят, а че ты не брошешь эту говенную работу? А он отвечает, ну да, как же я без шоу-бизнеса-то. Полный отстой. В американской версии и в мультике «Бивис и Батхет» этот анекдот кончается смешнее, по-моему. Там мужик говорит, а я люблю убирать говно за слонами. И человек говорит, потому что я люблю убирать элфон. Однажды в мультсериале была полностью шутка нашего MTV. Если прочитать тут-то Ларсен сзаду наперед, получится не срала тут. Насрала тут. Тут-то Ларсен, не срала тут. Еще была ошибка в пятом сезоне, где в нашем переводе «бомба», хотя на самом деле там сказали не «бомб», «бомба», а «бам». «Бам» означает «бомж». Ух ты, зашибись! «Бомба!» Эту «бомбу», кстати, в «Бивис и Батхеде» озвучил Бобкет Голдвейд, которого многие знают по роли Зеда в полицейской академии. Он, кстати, еще срежиссировал и написал сценарий к нескольким фильмам. В седьмом эпизоде третьего эпизода Батхед раздавил до исторического таракана и сказал «вымер». Но у нас перевели зачем-то словом «потух». Последний эпизод седьмого сезона «Бивиса и Батхеда» назывался «Смерть Бивиса и Батхеда». Вышел он в ноябре 97-го года, и там вспоминались прошлые эпизоды «Бивиса и Батхеда». Вы должны меня посвятить в члены. Точно Батхед, мы должны что-нибудь сделать его членом. После седьмого сезона 97-го года, только спустя 14 лет, в 2011-м вышел восьмой сезон «Бивиса и Батхеда». И тут они стали комментировать не только музыкальные видеоклипы, но и реалити-тв-шоу, идущие по МТВ. Я подсел на порно, правда жизни. Где он будет работу искать? Ну, может, он может типа посуду мыть одной рукой или газоны стричь одной рукой. А также один раз комментировали фильм «Человеческую многоножку». Добрый вечер. Сегодня мы с Бивисом расскажем вам о вдохновляющем фильме под названием «Человеческая многоножка». Это, возможно, хотели сделать постоянной рубрикой, но, видимо, из-за правообладателей, дальше одного раза дело, к сожалению, не пошло. Отстой! В 2001 году Бивис и Батхед дрались друг с другом в мультшоу «Звездные бои насмерть», которые шли также по МТВ. В мультике их сделали трехмерными. В 2019-м Бивис и Батхед появились в «Гриффинах» в 18-м сезоне. А в сериале «Друзья», когда Джо и Чендлер долго сидели за телеком, они стали смотреть Бивис и Батхеда и смеялись точно так же, как и Бивис и Батхед. А ещё из интересного, создатель Бивис и Батхеда Майк Джадж озвучил финальные слова Кенни в полнометражном мультике «Южный парк» 1999 года под заголовком «Большой, длинный, необрезанный». Интересные факты про «Южный парк», «Симпсоны» и прочие мультики есть в ролике, который вы найдёте в описании. Пока, ребята! По Бивису и Батхеду выходили ещё игры на различных платформах, на Сеги, на ПК, и одна из таких игр в оригинале называется «Виртуальное отупение», которое у нас перевели как «Виртуальное охуение». Это будет круто! Стояк! На полнометражный мультик про Бивис и Батхеда студия поначалу хотела выбрать реальных актёров и делать не мультик Бивис и Батхед, а фильм с живыми актёрами, где Бивис и Батхеда должны были играть Адам Сэндлер и Дэвид Спейт. Но создатель Бивис и Батхеда Майк Джадж сказал, что не будет писать сценарий, если студия решит делать фильм, а не мультик. Смотри, Батхед, сортиры! Круто! Пойду личинку отложу. В итоге, каким-то образом, всё-таки студия решила делать мультик. Ну вот, всё в порядке. Я люблю тебя. А Дэвид Спейт, который осматривался, кстати, на роль Бивиса или Батхеда, озвучивал в мультсериале «Однажды учителя Манер». Он и так слишком трогать любит. Вытас на моего перца дотронуться. Что? Ах ты врут! Полнометражный мультик про Бивиса и Батхеда члены и вагины антипремии «Золотая малина» номинировали как худший дуэт, а также как худших новых звёзд на большом кино. Но худшей новой звездой, получившей «Золотую малину», тогда стала Памела Андерсон за фильм «Не называй меня малышка», про который я рассказывал в ролике, не помню каком, но ссылка на этот ролик есть в описании. Не называй меня малышкой. Бюджет на полнометражный мультик про Бивиса и Батхеда выделили аж 12 миллионов, а принёс он около 65 по кинотеатрам и ещё больше на проданных DVD-шках и видеокассетах. Известно, что из мультика была удалена сцена, где Бивис американским флагом разбивал стекло на пьедестале, где лежала декларация независимости, и в туалете потом вытирал ей жопу. Вообще-то мы хотели посмотреть телевизор, заткнись, Бивис. А из знаменитостей, в полнометражке про Бивиса и Батхеда, двух персонажей озвучили Брюс Уиллис и его тогдашняя жена Дэми Мур. Блин, Дэми Мур. В мультике муж, которого озвучивал Брюс Уиллис, заказывает убийство жены, которую озвучивала Дэми Мур. Батхед, это она. Кто вас послал? У Дэми в имени ударение на букву И, а не на букву Е. Не Дэми, а Дэми. Мари, сукин сэнч. Начинается мультик про Бивиса и Батхеда с музыкальной пародии на фильм «Шафт» и поёт даже Айзек Хейс, написавший музыку к «Шафту». Про все фильмы «Шафт» есть ролик на канале и ссылка будет в описании. Неужели? На 16.15 Бивис говорит «Я много какаю», но в переводе это цензурит. А я слишком часто выпускаю газы. А я глотаю таблетки. А у меня шумы в заднице. На 43.18 фразу про огонь и спички в каждом переводе перевели по-разному. У кого-нибудь есть спички? Самая подходящая погода для костров. Но нам мама не разрешает курить. Яичко об яичко. Вот тебе и спичка. В 1999 году планировался то ли второй полнометражный мультик про Бивиса и Батхеда, то ли полнометражный фильм с Бивисом и Батхедом, где Бивиса должен был играть Джонни Депп. Но этого тогда так и не случилось. И только в 2019 году в создателях Майк Джадж сказал, что у него есть планы по возрождению Бивиса и Батхеда и возможно будет какой-то фильм по этой теме. Но на 2020 год так и ничего и не вышло. По-моему канал Comedy Central или еще какой-то канал заказал два сезона Бивиса и Батхеда. И в 2021 по-моему должен все-таки выйти. Один сезон по крайней мере. Эй, червяки, кушать подано! Еще я в начале 2000-х сделал трек с использованием слов из игры Бивиса и Батхеда. Я скомпилировал сэмплы из EJ Street Style и EJ Studio и сделал трек. Если у вас есть попугайчик, он среагирует на этот трек, на некоторые звуки точнее. Ээээ, why would I wanna do that? Ещё раз напомню, что близится 11 ноября и распродажа на Алиэкспресс с полезной ссылкой и промокод дающий скидку есть в описании. А я хочу сказать огромное спасибо следующим людям на Patreon. Это именно Иво Виес, Кирилл Кусанаги и Сергей Чернов. А также огромное спасибо всем остальным патронам, которые поддержат меня на сервисе Patreon. И ещё огромное спасибо всем спонсорам на YouTube, включая отдельно именно Лори Лорина, Андрона Андрона и Джека Ньюфорна. Всем огромное спасибо за большую поддержку. Высокоинтеллектуальный мультфильм с осложнениями. Популярность BBC Батхида сразу же мгновенно начала расти чудовищно сильно, как охуентельно. Также был случай, когда 18-летний подросток сбросил шаур... шаурму сбросил. ...платформы на Сеги, на ПК и одна из тахик... Истахик? Махик? Махик? Типа, хочу напомнить про распродажу на Алиэкспресс или типа того. Короче, там ссылки есть в описании. Вот, этот диск 2002 года за 80 рублей. Обмен производится тралливали в день 5 рублей. Обмен в день продажи 5 рублей. В течение 10 дней 15 рублей. Свыше 30 дней 35 рублей. Диски, купленные в других магазинах, меняются по смотрению продавца. По цене от 35. Бракованные диски... Клепарты меняются. Клепарды. Клепарты. Сельскопринесенные на обмен имеют номинал 80 рублей. Три восклицательных знака всегда быдло ставят. Ну и вот что это такое. EJ Studio дает вам возможность. Вам всегда пишут с маленькой буквы. А еще тут есть Dency J7. EJ Extreme. Techno Music Maker 4 по-моему. Или тут нету циферки, да? По-моему, 4. Нет? Типа, 1. А, да, 4 на будущем. Потом. Вот такие вы локализации. А здесь от булки. Музыкальный секвенсор. И сэмплер. Игрейбол, Болчан сыграет. Я трусаю его. В будущем расскажу про него. Начался мультсериал. Пизд... Эпизода. Начался мультсериал. Отключай. Ну, из-за авторских прат. Прат, крепче, брат. И там концовка была такая. Микрофон запал палец. Однажды... Молодец. Микрофон заезжался. Микрофон заезжался. Микрофон заезжался.